Присутствие в социальных сетях и дружбе с подписчиками официальных брендов может всегда повысить лояльность к самому бренду, а также даже поможет найти новые инструменты и пути развития дальнейшего роста бренда. Однако не всегда общение официальной странички бренда бывает безоблачным и таким уж радужным. Часто нужно быть готовым как к конструктивной, так и неконструктивной критике, а также пытаться всегда быть услышанным, отстаивать свою позицию, свой голос и всегда общаться со своей аудиторией. Ну а меня зовут Алена Полихович и в сегодняшнем ролике я расскажу вам основные проблемы общения брендов в соцсетях и как с ними бороться. И первая проблема, с которой сталкиваются бренды, это скучный контент и официальный стиль общения. Конечно же любой выход за грани тому, к чему мы привыкли, он связан с рисками и руководство компаний это понимает. Поэтому часто специалистам приходится тяжело уговаривать руководство что-то менять в своей политике контента. Но лучший способ бороться с этим это показать неэффективность текущих постов и низкую вовлеченность пользователей. Очень легко можно придать такой неформальный стиль общения в своей соцсети, использовать всевозможные игры, вовлекать аудиторию, делать какие-то челленджи, предлагать им какие-то маски и так далее. Ну а что касается общения в комментариях, каким стилем общаться с пользователем, то здесь все зависит конечно же от вашей целевой аудитории. Потому что молодежные шутки конечно будут более уместно смотреться, например, на каком-нибудь бренде, который ориентирован на молодежь, нежели там на компанию, которая продает недвижимость. Следующая проблема это закрытые комментарии. Во-первых, соцсеть изначально создана для того, чтобы люди общались между собой. А если вы закрываете комментарии, то получается вы никак не взаимодействуете с вашими подписчиками, вам никак нельзя написать и дать обратную связь. Ну и соответственно это как бы все понижает вас в глазах пользователя. Ну и плюс ко всему, что хуже, это наталкивает на мысль о том, что продукт может быть некачественным. И соответственно если мы приобретем товар или услугу у вас, а у вас закрыты комментарии, и если вдруг случится так, что товар не подошел или придет некачественным, то никак нельзя будет дать вам обратную связь и написать об этом в комментариях. Согласитесь, что это наталкивает на не очень хорошие мысли. Следующая проблема это то, что бренд никак не реагирует на комментарии. Неважно хороший это комментарий или плохой это комментарий, нужно общаться со всеми пользователями и всем давать свою обратную связь. Часто бывает так, что бренд реагирует только на негативные комментарии, но при этом оставляет без внимания хорошие позитивные комментарии. Ну и конечно это очень плохо, потому что пользователь не получив от вас фидбэка, в следующий раз он не похвалит ваш бренд, ваш товар или услугу, даже если ему это понравилось. Ну а следующая проблема это как раз таки удаление негативных комментариев. Обработка негативных комментариев это целое искусство, но вот удалять просто так плохой комментарий, просто какую-то критику, это не совсем правильно, потому что, во-первых, вы можете потерять потенциального клиента, а если бизнес у вас, скажем так, крупный и за каждого клиента нужно побороться, то это конечно не очень хорошо. Ну а во-вторых, куда банальнее и проще, такой пользователь может написывать вам кучу тонн комментариев с разных аккаунтов, а хуже всего он пойдет в другие соцсети куда-нибудь и будет везде писать о том, что вы не даете говорить правду и удаляете негативные комментарии. Более того, известны случаи, когда после того, как решалась оперативно какая-либо проблема какого-то клиента, клиент был доволен, все было хорошо и более того, он может даже написать вам повторный отзыв, сказав, что ребята там все уладили быстро, все очень круто и хорошо. У бренда нет своего голоса или же он обезличенный? Вы сразу поймете, что это, когда увидите просто сотню одинаковых постов информационного характера, где такое ощущение, что они просто написаны ботами и посты, они как бы не предполагают взаимодействия с аудиторией, вы ничего не спрашиваете, вам ничего неинтересно узнать у своих потенциальных клиентов. Это неправильно, чтобы посты приобретали какую-то живость, эмоциональность, как-то провоцировали на эмоции ваших подписчиков, нужно делиться своими планами, рассказывать о своих идеях, то есть все то же самое, как в обычной жизни делали бы вы, например, с новыми людьми в коллективе или же своими друзьями. Друзья, привет, я в лесу, здесь немного комаров и, наверное, чуть-чуть будет шум, но все-таки колоритность какая-то, какую-то колоритность это добавляет. Давайте поговорим о том, как общаться бренду в соцсетях. Ну, во-первых, хочу дать общие рекомендации. В первую очередь, о чем я часто говорю, это работа с негативом. В первую очередь научитесь работать с негативом, будь вы бренд, просто какое-то сообщество или просто личность. Если вы реагируете на негатив со стороны вашей аудитории негативом, это показывает вашу неадекватность, это показывает то, что вы не состоявшийся бизнес, вы эмоциональны, и это не совсем правильно. Поэтому всегда работайте с негативом, научитесь это делать. Далее, если мы говорим все-таки об общении в соцсетях, то ваши посты должны вызывать какой-то диалог. А диалог – это значит, вы должны давать какой-то инфоповод, вы должны давать какие-то регулярные публикации, которые не будут эмоциональны, не будут восприниматься равнодушно. Теперь перейдем к бренду. Ну, в первую очередь, вам необходимо определить стиль общения. Это на «ты» или на «вы», например. Если вы какой-то молодежный бренд, то, в принципе, стоит общаться на «ты». Не всегда стоит общаться на «вы». Почему? Потому что ваша аудитория – это молодежь, они все общаются на «ты». Более того, сейчас мир такой, что все стараются уже более, ну, довольно часто общаться на «ты». Далее. Какой стиль общения? Деловой, домашний, понебратский. Может быть, вы лучший друг типа «Ха, бро». Поэтому здесь это тоже важно. Следующий момент – это реакция от бренда. Это просто лайк. Например, вам оставили комментарий, вы такой лайкнули. Ну, как бы это не вызывает каких-то эмоций. Ну, типа лайкнул, пошел дальше. Это какой-то комментарий или комментарий с креативом. Вот это самое крутое. Комментарий с креативом покажет, как вашу креативность, ваш юмор, ваше понимание ситуации, ну, и сгладит какие-то, возможно, неровности, какие-то углы при общении. В плане креатива рекомендую посмотреть, например, на рекламу презеративов «Визит». Они очень круто обыгрывают все политические ситуации, всякие-то важные моменты, и у них действительно очень крутая креативная реклама. Авиасейлс тоже очень хорошо, в ногу со временем, умеет креативить, умеет креативить вовремя. Подведя итог, хочется сказать то, что при общении в соцсетях старайтесь быть естественным, старайтесь говорить на языке вашей аудитории. Не нужно придумывать какие-то сложные ситуации, общаться на «вы» с большой буквы, забудьте об этом, это ушло еще в прошлом веке или в прошлом десятилетии, да, как максимум. Поэтому будьте просто на той же волне, на которой живет и общается ваша целевая аудитория. У вас все будет очень круто, просто и даст очень хороший эффект. Тон оф войс – это как бренд общается со своими пользователями. Это и лексика, и построение предложения, и информацию, которую он рассказывает, и то, как он общается и в имейл-рассылках, в социальных сетях, в постах, в сторис, в общем, везде. Голос компании должен отличаться от остальных брендов и нести свои ценности. Крупные бренды прописывают целые инструкции о том, как должны общаться сотрудники компании, начиная от обычного общения, заканчивая приветствием, заканчивая цифрами и даже использованием эмоджи. Такой документ, скажем так, может создать любая компания, что значительно упростит общение сотрудников с потенциальной аудиторией и убережет от таких поступков, как, например, на письмо делового официального стиля будут отвечать какими-то шуточками или эмоджи, которые вообще будут просто не в тему. Как же быстрее всего реагировать на сообщения в соцсетях? Это один из самых актуальных вопросов, когда дело касается общения бренда в соцсетях. Ну, так уж сложилось, что онлайн-общение приучило нас к тому, что мы любим получать ответ сразу же, быстро и моментально. Поэтому максимальное количество времени, которое может пройти с момента заданного вопроса до получения ответа, это сутки. Почему сутки? Да потому что сторис в инстаграм живет ровно 24 часа и очень часто любят отвечать именно на сторис, давать какую-то свою обратную связь, задавать вопросы или же там высказывать свое восхищение или негатив. Стоит учитывать, что некоторые соцсети, они учитывают среднее время ответа и выводят эту информацию на сообществах групп, например, в общедоступном виде. Так что обязательно это учтите, не получится схитрить. Подготовьте заранее ответы на самые распространенные, часто задаваемые вопросы. Согласуйте их с руководством, если это необходимо. Давать постоянно шаблонный ответ не нужно, просто главное понимать суть, уловить ее и передать ее пользователю. Как в США работают бренды в соцсетях, я бы сказал это не только. В США это во всем мире. То есть если вы хотите развиваться в социальных сетях, вам необходимо забыть про продажи. Просто забудьте, не пытайтесь продвигать какой-то коммерческий контент. В соцсетях люди пришли с целью отдыхать. И там хорошо работает именно развлекательный контент или какой-нибудь информационный. То есть необходимо больше думать про продвижение своего бренда. Чем выше вы продвинули бренд, тем больше вероятность, что вы получите продажи в будущем. Потому что это охватывает множество воронок продаж и это увеличивает доверие к вашему сайту. Потому что 70% пользователей, прежде чем купить товар, они заходят в социалки и проверяют, насколько вы там активны. Поэтому мы активны в YouTube, в англоязычном сегменте мы активны в LinkedIn. И это помогает нам продавать нашу услугу. И не стоит думать только про социалки, как помощь SEO или продажам. В социалках тоже можно классно продавать, только при этом важно обращать внимание, как принести пользу. Чем больше пользы вы принесете, тем больше людей будут за вами следовать, тем больше вы получите результатов. Также используйте сервисы для мониторинга упоминания бренда. Это, конечно, банальный совет, но тем не менее он очень работает. И других вариантов, просто как отследить всевозможные упоминания о вас просто не существует. Тем более, что такие программы, они следят не только за соцсетями, но и за другими площадками. Например, за всевозможными сайтами, где пользователи оставляют свои оценки и также пишут свое мнение по поводу того или иного ресторана, например, заведения, кафе, там, не знаю, товаров и услуг, всего чего угодно. Плюс ко всему вы можете активно проанализировать и проследить, как изменилась ваша риторика, как изменилось ваше общение с пользователями в лучшую или в худшую сторону. Допустим, до этого у вас было много негативных каких-то комментариев, вы изменили риторику и можете посмотреть, как, допустим, увеличилось количество положительных отзывов о вашей компании. Такие программы это бренд-аналитикс, пресс-индекс и медиалоги, ну и еще многие другие программы. Попробуйте автоматизировать работу с комментариями, но способ этот не стопроцентный и следует его использовать в исключительных случаях, так как в большинстве случаев мы с вами надеемся на индивидуальный подход и диалог на равных, а также если вы настроены на такое создание дружеского общения со своими пользователями, нетипичными и не шаблонными, в такой ситуации вам этот способ также не подойдет. Если комментариев и вопросов становятся слишком много, задумайтесь о найме специальных людей, которые будут отвечать на эти комментарии. Не всегда один SMM-специалист, а даже и несколько могут справиться с нагрузкой. Проанализируйте среднее время ответов, а также какие ответы даются, загрузку своих специалистов и подумайте, возможно, лучше нанять еще парочку человек, для ответов на комментарии. Поверьте, иногда нанять специалистов окажется дешевле и проще, чем получить негативную репутацию и негативные отзывы для целого бренда. И еще парочка советов. Во-первых, переводите диалог в личные сообщения только в крайнем случае, когда, например, вам нужны личные данные для того, чтобы сделать что-то с заказом, найти заказ недовольного пользователя, ну или что-то в этом роде. Ну, почему нужно отвечать публично, в комментариях? Во-первых, все банально и просто, у других пользователей может возникнуть такой же вопрос, и, соответственно, сто раз им не придется писать, они просто будут сразу видеть ответ. Ну, а во-вторых, это повышает доверенность к бренду, и мы понимаем, что скрывать бренду нечего. Ну и, в-третьих, согласитесь, что очень раздражает, когда пишут, напишите в личку, или ответил в личку, и это как бы не очень. Ну, а если вы получили сложный вопрос или комментарий, на который вы не сможете ответить в течение 24 часов, вам понадобится больше времени для анализа, обязательно предупредите об этом пользователе, и обязательно аргументируйте, почему вы не сможете дать ответ ему прямо здесь и сейчас. Еще 20 лет было сложно представить себе противостояние обычного пользователя и огромной корпорации, но сейчас с развитием соцсетей пользователи нашли поддержку в таких же пользователях, как и они сами, и могут вынести вашу компанию на суд общественности. Поэтому, чтобы не произошло неприятных инцидентов, обязательно всегда работайте с комментариями, отвечайте на вопросы пользователей хорошо, и четко продумайте свою стилистику ответов, подачи информации, также, что, когда и кому говорить, время ответов, ну и так называемый голос своего бренда. Порой один инцидент может существенно разрушить репутацию бренда, поэтому самое главное, научитесь понимать, слышать и слушать свою целевую аудиторию. Пишите в комментариях, как у вас происходит общение с пользователями, или же были ли у вас негативные, возможно, какие-то негативные опыт общения с брендами в соцсетях, делитесь своим мнением, ну не забывайте, конечно же, делать репосты в соцсетях этого ролика, если оно вам понравилось, ставить лайки, нажать на уведомления, подписаться на наш канал, конечно же, мы ждем вас в нашей телеграм-группе, а также прослушивайте наши аудиоподкасты, и заходите к нам в аккаунт в инстаграм, и хороших вам продаж! Субтитры создавал DimaTorzok